Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. История проектов по строительству метрополитена в Перми уходит своими корнями в глубокое прошлое. О необходимости подземки в растущей столице Прикамье впервые заговорили в 1970-е годы. Трест «Новосибирск. Граждан. Проект» подготовил проект двух линий метро. Первый по левому берегу Камы и второй по правому берегу. В 1979 году Пермь перешагнула рубеж в миллион жителей. Решение о строительстве метро было принято в Совмине СССР и отражено в тогдашнем геймплане города. В 1982 году уже другой трест «Ленметр Гипротранс» подготовил первое технико-экономическое обоснование строительства метро. Пермский трест «Верхникам Тисис» выполнил все инженерно-геологические изыскания. К работе были привлечены многочисленные специалисты пермских вузов. Однако строительство тогда так и не началось. По мнению профессора Павла Лыхина, одного из тех, кто стоял у истоков проекта Пермского метрополитена, постановление Совмина 1979 года было отменено по политическим причинам. Деньги передали в Украину на строительство метро в Днепропетровске. Последние 35 лет этот вопрос многократно поднимался, но, по мнению ученого, пермским властям не хватало политической воли, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Шансов, что в Перми появится метро при Советском Союзе, было больше, чем сейчас, был уверен профессор Лыхин, которого без преувеличения можно назвать патриархом несуществующей пермской подземки. Конечно, создание метрополитена – проект затратный. По расчетам петербургских инженеров, стоимость одного километра метро в Перми обойдется в полтора миллиарда рублей. Весь проект пермской подземки может стоить порядка 100 миллиардов рублей. Ученые и не согласны с тем, что помешать созданию пермского метрополитена может специфика пермской почвы. Имеются многочисленные исследования, которые доказывают, что прокладывать тоннели можно на глубине 15 и 20 метров. Пермские породы значительно лучше, чем, например, в Казани. В 2014 году губернатор Прикамья после своего назначения заявлял, что вопрос строительства метро в Перми актуален. Однако позднее сообщил, что до 2030-х годов в Пермикам о подземном транспорте можно даже и не мечтать. Альтернативой, по его словам, может стать строительство линии скоростного трамвая. Сторонники строительства метро считают, что скоростной трамвай проблему не решит. На 2017 год планы по проектированию метро в Перми фактически были свернуты. Проект попал в число семи самых грандиозных, но нереализованных планов по развитию города. На данное время существует проект городской электрички. В мае 2017 года петербургский бизнесмен Ренат Бичурин призвал горожан пожертвовать деньги на проект частного метро в Перми. Сеть надземного метро протяженностью 80 километров планировалась к постройке без привлечения бюджетных средств. Инвестиции возвращать планировалось за счет размещения рекламы и торговых точек. Городская администрация проект, предложенный еще в 2015 году, не поддержала ввиду отсутствия конкретики, отметив, что в проекте на первом месте не метро, а получение земельных участков в центре города на ларьки и магазины. В 2015 году администрация города официально отказала бизнесмену из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга